Привет, я Дима Ковпак и в Китае очень много денег. И в этом видео вы узнаете, почему Китай это стабильный бизнес, почему благодаря вашим действиям вы можете влиять на то количество денег, которое этот бизнес будет приносить, почему бизнес Китаем возможен на качественных вещах и как это может делать каждый, независимо от того, у вас есть уже действующий бизнес, товарная матрица, и как Китай может помочь вам сильно больше зарабатывать в действующем бизнесе. Если вы новичок, то в этом видео я покажу принципы, которые позволяют вам безопасно стартовать этот бизнес и практически, практически, за короткий промежуток времени выйти на регулярный доход. И в этом видео будут основные принципы, которые ответят вам на эти вопросы. Смотрим! Итак, я уже занимаюсь бизнесом с Китаем 10 лет. И знаете, каждый раз приезжаю в Китай, регулярно вижу европейцев, американцев, которые приезжают в Китай, размещают свои заказы, а потом мы стоим за этими товарами с европейскими, с американскими брендами в очереди. И это значит, что мы уже с вами покупаем технику Apple, которая собирается в Китае. Если у вас есть дети, то вам хорошо знакома торговая марка Chico, которая также производится в Китае. Ну и вы все, конечно же, слышали про Zara, которая также производится в том числе и в Китае, и на китайский рынок. И раз мы уже стоим в очереди за китайскими товарами, это значит, что примеры этих компаний дают нам повод считать, что мы можем также настроить производство качественных товаров. И, поверьте, все эти компании когда-то начинали. Сегодня вы можете стартовать свой первый день, сделать первый шаг в Китай к наценке 300% минимум, к собственному бренду, к товарам, которые вы как бизнес сможете передать своим детям и использовать этот бизнес как некий пенсионный фонд, который будет работать на вас. Итак, механика. Механика очень проста. Вы уже имеете бизнес. Итак, вы бизнес. Итак, вы бизнес. Базово у вас есть товарная матрица, которую вы уже продаете своим клиентам. Самый простой способ зарабатывать деньги действующему бизнесу, используя Китай, это интегрировать в вашу товарную матрицу товары, которые вы возите сами. В 2008 году у меня было несколько магазинов посуды, это была целая сеть. Я поехал в Китай целенаправленно для того, чтобы купить столовые сервизы, такие же, как у меня уже хорошо продавались. Я понимал, что если у меня отлично продаются серебристые столовые сервизы, золотые столовые сервизы, то мне нужно просто привезти этот товар, который я знаю, который нравится моим клиентам, и делать на нем 400% торговой наценки. Как эта цена складывается? Ты покупаешь столовый сервиз в Китае, который с доставкой и растаможкой выходит тебе в 20 долларов. В 20 долларов. Ты продаешь его себе оптом в свой действующий бизнес за 40 долларов. И твой действующий бизнес дальше продает этот товар уже в розницу, за 80 долларов. Вот простая, нехитрая математика, которая позволяет вам перерасти из бизнеса, который просто генерирует деньги, чтобы вам хватало на жизнь, и постоянно датирует сам себя. Вы можете превратиться в бизнес, который будет получать львиную долю денег, которые вы сможете инвестировать дальше. Потому что, когда ты работаешь с таким плечом, когда ты вкладываешь 20 долларов, получаешь 80, ты обеспечиваешь всю свою расходную часть, и у тебя появляется излишек. Что я вам предлагаю в качестве человека-собственника бизнеса? Я вам предлагаю задуматься вот над чем. Какие товары вы можете проще всего завтра интегрировать в вашу деятельность? Если у вас магазины постельного белья, вы можете завтра заказать из Китая 100 пар тапочек, которые с удовольствием купят у вас ваши клиенты. Тапочки стоят в Китае 2 доллара. Рядом с вашим постельным бельем их могут покупать по 10 или по 15. Задумайтесь, сколько денег вы пропускали мимо, работая только на внутреннем рынке, с торговой наценкой от 20 до 60%. Представьте возможность, которая открывается вам, когда вы повышаете уровень торговой наценки просто за счет того, что сами возите качественный товар в свою действующую бизнес-модель. Что для этого нужно сделать? Вам нужно выбрать первый товар, который вы просто интегрируете в свою товарную матрицу, который вы просто предложите своим клиентам на первом шаге и посмотрите, как это будет, как это будет работать. Вы должны поверить в эту схему самостоятельно, и тогда вам захочется узнать больше. И все, что вам нужно сделать для этого, запомните сайт Alibaba. 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 Итак, многие из вас слышали об этом сайте, но есть три типа знания. Знаете, первое, это я знаю, что я не знаю. Например, если вы не знаете, как сделать сайт или как заказать в Китае, то вы почему-то этого и не делаете и не хотите разбираться. Второе, это вы знаете, да, вы знаете, что есть Alibaba, но вы почему-то ей не пользуетесь. Но это сегодня возможность каждому из вас прямо сегодня выбрать товар, который вы бы могли продавать в своей действующей бизнес-модели, как минимум показать вашим уже действующим клиентам. Сейчас ко мне в офис позвонил человек, который учился у меня, который сегодня зарабатывает огромные деньги, а начинал два года назад с точки ноль. И он продает более 10 тысяч часов в месяц. И что он сделал? Он вместе с часами начал продавать защитные стекла на эти часы. Это умные GPS-трекеры, часы для детей. И он начал продавать обычные стекла защитные, чтобы дети не били эти часы. То есть он просто добавил к своим товарам, которые у него и так покупали, небольшой аксессуар. И это был его опыт в допродаже. Хотя он мог продавать огромное количество детских товаров, но он этого до сих пор не делает, фокусируется на своей продуктовой линейке. Это Вова Солошенко. На моем YouTube-канале есть интервью о том, как он вырос со 100 продаж в месяц к 10 тысячам продаж в месяц товаров. И до этого был владельцем сервиса и зарабатывал 3 тысячи долларов. И сегодня мне даже страшно спрашивать, сколько он зарабатывает благодаря маркетплейсам. На пальцах сейчас покажу модель, которая работает для Вовы. Фабрика Китая. Фабрика Китай. Фабрика Китай. Итак, идет посылка на местный рынок. Дальше здесь на складе распространяется между двумя основными каналами продаж. Первый – это личный сайт. Второе – это крупнейшие маркетплейсы страны. маркетплейс, маркетплейс, которые продают в десятки раз больше, чем личный сайт и личный трафик. И сегодня, если вы хотите внедрить это для себя, заниматься новыми товарами, привозить что-то необычное и быть первым, то вам нужно дальше интересоваться темой бизнеса с Китаем. Смотрите следующие уроки. Вы всегда можете расширять продуктовую линейку и так далее. Здесь бесконечное поле деятельности. Но так как это небольшое видео, имеет одну цель – это быстро вам показать, что вы можете сделать, и убедить вас, что бизнес Китаем – это стабильная тема, на которую вы можете влиять, разбираясь в маркетинге, разбираясь в рекламе, разбираясь в том, какие товары становятся новинками, или самостоятельно создавать тренд, тогда этот путь начнет открываться для вас, и вы узнаете то, чего сейчас, может быть, даже и не представляют. Почему я сказал, что для новичков это отличный способ практически минимизировать риск? Почему для новичков это идеальный способ с минимальными затратами и практически без риска получить уверенность в том, что у вас может получиться бизнес? Почему вы можете это попробовать? Потому что есть такая модель, называется предзаказ. Вторая модель – это возможность, показав образец товара, любому человеку получить большой заказ. И в этом плане тоже Alibaba нам помогает. Почему? Потому что Alibaba дает нам возможность не только увидеть глазами огромное количество товаров, но даже заказать один образец, один образец. И если вы просто проведете небольшой анализ и сравните цену на один образец, на одну позицию, со средними ценами на сайтах, которые вы найдете в интернете. К примеру, как вы можете поступить? Допустим, вы хотите купить люстру в дом в стиле лофт, и вы пишете LED люстра или LED лэмп лофт. И Alibaba вам дает огромное количество предложений, показывает цены на их сайте и дает огромное количество предложений компаний, которые готовы вам продать одну люстру. А потом смотрите по тому же запросу, на русском языке, на языке вашей страны, вы смотрите уровень цен внутри на сайтах вашей страны. И я вам скажу, что вы узнаете. Вы узнаете, что отличие цены даже на образец может быть от 2,5 до 6 раз на разных категориях товаров. Почему новичок практически обречен на успех в этой теме? Объясню. Даже если вы выбрали не тот товар, даже если вы выбрали товар, который не всем нравится, или вам сложно его продать с наценкой в 2-3 раза. Как только вы на внутреннем рынке поставите цену на товар, привезенный из Китая, на уровне цены, по которой вы этот товар купили в Китае, поверьте, у вас заберут его даже с досок объявлений. И это дает вам защиту, дает вам возможность пробовать, дает вам возможность не переживать за то, что вы можете сделать что-то не так. На этом простом примере я хотел вам показать, насколько бизнес с Китаем это широкая возможность. Я прошел этот путь еще с 2008 года. Я регулярно летаю в Китай, посещаю крупнейшие выставки. И хочу вам сказать, что что бы ни произошло, мы так или иначе будем стоять в очереди за товарами, сделанными в Китае. Все, что на вас одето сейчас, в большей степени это китайское производство. Техника, электроника, гаджеты, самые современные изделия, чаще всего сделаны в Китае. Сегодня Китай одна из крупнейших производственных площадок, где делают самые современные изделия. Это электрокары, это робототехника. И если вы будете просто интересоваться этой темой, то вы будете понимать все больше и больше о возможностях, которые откроет вам Китай. Все, что вам нужно сделать дальше, это смотреть следующее видео, это делать то, что я показываю в этих обучающих видео, и проверить это на собственном примере, на собственном опыте. Меня зовут Дима Ковпак. Подписывайтесь на все, что я делаю, комментируйте, пишите свои вопросы. А самое главное, находите людей, которые уже развиваются в этой теме, присоединяйтесь, и вы будете удивлены теми возможностями, которые Китай открывает. Китай очень разный, но все, что я вам показал здесь, это реально реализовать, неважно на каком вы уровне знания, опыта, навыков и возраста. Попробуйте, и пусть Китай откроется для вас, как когда-то для меня. До встречи!